Существует ли интернет-зависимость? Может ли человек сам контролировать время, проведенное в мировой паутине? Или только запутывается в ней с каждым разом? Все больше и больше. Вы хотите поговорить об этом? Тогда оставайтесь с нами. Ближайшие полчаса с вами проведу я, Оксана Мильничук. Многие из нас пользуются всемирной сетью чересчур активно и нередко в ущерб самому себе и окружающим. Онлайн чуть ли не сутками. Психологи в мире стали утверждать, что это новая болезнь, очередная пагубная зависимость, а не просто плохая привычка. Но что делать, если интернет настолько прочно вошел в нашу жизнь? Сегодня это действительно проблема? Если да, то как с ней бороться? И об этом поговорим с психологом Александром Смолянским. Александр, здравствуйте. Здравствуйте. Ну начнем с главного. Существует ли интернет-зависимость? И с точки зрения психологии в том числе? Безусловно, она существует, хотя это не такое простое понятие, как может показаться на первый взгляд. В интернете можно заниматься очень многими вещами и за каждым видом таких занятий как бы стоят определенные потребности. Например, если человек очень много работает через интернет и не может себя остановить в этом процессе, как-то очень сильно включается в него, тратит очень много своих ресурсов, своего времени, в общем поглощен этим полностью. Можно сказать, что это трудоголизм все-таки. А независимость, да? Да, не интернет-зависимость, потому что это такой очень общий термин. За ним может быть очень много разновидностей каких-либо зависимостей. Интернет — это некая такая площадка, в которой ты не замечаешь, как бежит время. Ну да, если чем-то увлечен, то действительно течение времени становится таким очень незаметным. Вот именно вовлеченность — это очень хорошее слово, чтобы один из аспектов любой зависимости как-то иллюстрировать. То есть человек туда погружается, он зависит от чего-то внешнего, как ему кажется. Да? Но вот есть некие такие глубинные основания у этого феномена, о которых хочется тоже упомянуть. В психологии рассматривают интернет-зависимость? То есть обращаются ли к вам люди? Вы ли работаете в этом направлении? Ну вот, знаете, вот так именно, чтобы формировать запрос про интернет-зависимость, чаще всего можно услышать о тех, кто не страдает интернет-зависимостью, для кого интернет — это что-то очень новое, непонятное. То есть люди старшего поколения. Ну да, они смотрят на нас подрастающие и считают, что они зависимы. Да. Вот точно так же, как они не замечают свою зависимость, например, от телевидения. Вот. И интернет-зависимость для людей молодого поколения — это, наверное, что-то очень естественное, как зависимость от еды, например. Мало кто на это жалуется, если это не переходит какие-то определенные рамки, какие-то определенные границы. Кроме того, если человек в интернете долго зависает, ему понятно, на чем конкретно он зависает. Он скорее будет жаловаться на, например, игровую зависимость, на зависимость от социальных сетей. То есть вот там какое-то конкретное действие вызывает больше всего внимания с его стороны. И иногда даже сами клиенты, они уже имеют некий ряд теорий, с чем это может быть связано. И они уже на некоторую глубину погружаются. Опять же, в этом интернете они находят интересные статьи, которые помогают им чуть более глубоко проникнуть в суть данного вопроса. Многие причем учатся по интернету? И лечить какие-то заболевания, и что-то еще делать. То есть интернет сегодня такая площадка, где можно найти, в принципе, информацию, наверное, любую. Да, да. Все именно так, и это создает некую иллюзию своего всемогущества. Знания, да. То есть я могу любое знание, мне не нужно ничего запоминать, я могу это знание… Сейчас зайду в интернет и все узнаю. Да. И часто интернет идеализируется как источник чего-то такого легкодоступного, и свои потребности можно удовлетворять очень быстро. У некоторых людей бессознательный такой вот запрос к интернету скачать счастье бесплатно. То есть вот как бы там найти что-то такое, что сделает меня счастливым очень быстро. Точно. И это уже является некой такой отсылкой к тому, что зависимости вообще чаще всего страдают определенные личности, структура которых как бы можно называться зависимой. То есть вот… То есть не каждый человек еще будет подвержен этой зависимости. Кто-то справляться будет, а кому-то прям затянет не на шутку. Так, правильно? Да. То есть есть люди более внушаемые, более поддающиеся какому-то такому вовлечению извне, и эти люди, они более склонны к любому роду зависимости. Ну, зависит, наверное, в этом плане многое от того, в какой социальной среде они выросли. Вот, ну, условно говоря, если для маленького ребенка интернет становится каким-то вот важным благом, он туда хочет стремиться, значит он получает там что-то такое, что он недополучает в собственном окружении, в семье или школе, например. Ну, вот нередки случаи, когда, например, дети среднешкольного возраста смотрят различные видеозаписи, читают статьи по школьным предметам, потому что они хотят, например, обсудить что-то с преподавателем, им какой-то новый взгляд, какие-то новые вещи. Ну, это хорошо, если именно для этого только. Ну, мы обязательно о детях еще продолжим говорить. Вот сегодня еще интернет-зависимость сравнивает с алкоголизмом и наркоманией. Насколько это уместно? Вроде бы там совершенно разные. Ну, физическая зависимость, да, а здесь вроде как и нет ее. Да, вот можно выделять как бы спектр зависимостей химических, когда на биологическом уровне телу человека необходимо введение каких-либо веществ. Ну, соответственно, этот вопрос можно рассматривать как медицинский, как болезнь. Вот, это один из вариантов его рассмотрения. А в нехимических зависимостях, как бы сказать, нет никакого вещества, но есть определенный ряд эмоциональных переживаний. А что вот, кстати говоря, страшнее эмоциональные переживания или вот эта химическая зависимость? Я бы сказал, страшнее степень, в которой это проявляется. Да, то есть вот насколько человек не мыслит в своей жизни, да, без какого-то такого внешнего источника. Есть и общее между этими вещами. Да, что? Общее это, как бы сказать, лежит на глубине этого феномена. Вот само слово зависимость, оно содержит некую подсказку здесь. То есть я зависим от чего-то, значит, это что-то, оно сильнее меня. Значит, это что-то может для меня казаться каким-то вот настолько могущественным, что мои потребности без него, они никогда и ничем не будут удовлетворены. Александр, ну у нас еще есть мнение Ростовченко на эту тему, давайте посмотрим и продолжим. Как часто вы пользуетесь интернетом? Ежедневно. Для чего он вам в большей степени? В основном для работы, потому что магазин мужской одежды. Также в личных каких-то интересах, инстаграм, не инстаграм. Когда забываешь телефон дома, то чувствуешь себя уже немножко неполноценно. Да, вот вы как мама, скажите, вот вы будете позволять ребенку ценными днями сидеть в интернете? Ну, естественно, я его буду направлять. Если будет что-то вредить непосредственно его здоровью, то буду ограничивать. А если что-то в развлек... В интернете лазить как бы. А вот дети, вот нужно их ограждать от интернета? Это да. Это да. Так, потому что раньше, помню, было намного проще, когда были самые маленькие. Интернета не было, свободно гуляешь. А сейчас ребенка заставить, куда его платили. Интернет, 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 интернет. Они не вылазят. Они целые днями сидят и играются. Да. Говоришь, все, выключай. Нет, не хочу, не буду. Приво, так, ноут закрываем, все. Ну, а смогла бы без интернета хотя бы вот два дня прожить? Нет. Нет, я себя зависимой не считаю, но у молодняка очень многих есть, естественно. Как бороться? Ну, не знаю, нужно все в семье начинать. Книгам приучать, каким-то интересным посещением театров. Вы понимаете, дело в том, что от интернета или от телевизора сейчас зависят все. От родителей до детей. Никто не общается. Когда-то еще, когда был только телевизор, у меня одна знакома говорила, надо подпилить башню, чтобы она рухнула, телевизионную, чтобы все хотя бы ходили друг к другу в гости. Ну, очень веселый последний комментарий, да? Ну, это так и есть, действительно. Раньше же телевизору было зло, теперь телевизор отошел на последнее место, и интернет вроде как зло. Хотя люди говорят о том, что вполне позитивно воспринимают интернет. Они честно отвечают, да, мы зависимы от него. По-другому никак. Ну, я бы, наверное, не говорил, что злой интернет или телевизор – это все-таки вещи, придуманные людьми для облегчения жизни, для большего комфорта. Наверное, можно сказать, что чрезмерное стремление к простоте, комфорту, легкости жизни, оно может лишать человека некого развития, некого преодоления собственных каких-то комплексов неприятных, да, внутри себя, когда он хочет пообщаться, но что-то ему смущает, он хочет открыться. Но трудно это сделать, потому что страшно увидеть непосредственную реакцию. Когда мы выкладываем фотографии в интернет или записи, мы не видим никакой непосредственной реакции. мы можем увидеть только позитивные отклики в виде лайков, и нам это приятно. Вот хорошее настроение, в конце концов. Почему бы и нет? Да. Но там вся эта система и структура устроена так, чтобы как можно меньше нас ранили, да, не хочется видеть неприятные комментарии, мы их закрываем, да. Да, да, да. Хочется излить где-то ненависть, мы ищем там, где открыты комментарии, и начинаем там что-то… Изливать в уши. …выражать свое мнение, как будто бы оно является самым главным и ценным для всех. Мы прямо кричим в этот мир и кричим так, чтобы кого-то зацепить, кого-то это цепляет, и завязывается такая… Это одна из разновидностей, кстати, зависимости в интернете, когда люди ведут огромные-огромные такие дискуссии, иногда культурные, иногда не очень. Наверное, это вот мое мнение, скорее всего, людям, которым, в принципе, очень много свободного времени. Человек, который занят, я уверена, этим заниматься не будет. Это мое мнение. Ну, как сказать, у нас у всех 24 часа в сутки. Мы их можем распределять… Все ночь впереди. …как угодно. Совершенно верно. То есть он где-то на своей работе испытал неприятные эмоции, остался какой-то гнев неосознанный, невыраженный… Нужно его срочно… Да. Человек его подавил в себе привычным способом, а потом чувствует, что что-то не то, какое-то напряжение. Есть свободный часок. Куда мы его потратим? Там, где наше напряжение будет снижаться. Нам станет легче. Александр, ну, если рассматривать интернет-зависимость как заболевание, то у каждого заболевания есть симптомы. Вот я приготовила небольшую графику по этому… на эту тему. Вот мы ее сейчас посмотрим, и вы скажете, на самом деле ли соответствует это действительности. Александр, ну давайте посмотрим вот на экран. Да, вот эти признаки, симптомы заболевания. Постоянное желание быть онлайн, раздражительность при невозможности войти в интернет, нежелание отвлекаться от виртуального пространства, расстройство внимания, пренебрежение даже личной гигиеной, отказ от пищи или системное нерегулярное питание, отказ от общения в реальной жизни, даже деньги готовы вкладывать в интернет, ну и конфликты с окружающими. Вот по моему наблюдению, очень часто эти признаки вот у детей, у подростков, которые вот постоянно в интернете, постоянно играют онлайн-игры, у взрослых как-то вот я меньше наблюдала. Так вот? Как бы со мной согласна, нет? В подростковом возрасте больше проблем чаще, это трудный возраст, и нужно больше какой-то компенсации. Поэтому, ну, может быть, некоторые из этих вещей наблюдаются у подростков чаще, как способ, ну, например, завивать своё личное пространство, уйти от того общения, которое неприятно, уйти в некий свой мирок и попытаться там себя увидеть с новой стороны, как нового человека. То есть на эти признаки вот уже можно обратить внимание и задуматься? Да, вообще можно на многое обращать внимание. Я бы тут, наверное, так отметил, кроме последнего пункта, все эти симптомы, так сказать, они идут по нарастающей. То есть… Одна из другой вытекает, получается, да? Ну вот, каждый следующий, он как-то более серьёзен. Угу. Вот. Есть небольшая проблема в поколениях, да, люди, которые интернет плохо знают, вообще никак с ним не соприкасаются. Они не будут понимать молодых, которые постоянно в интернете… Да, не будут и иногда не хотят, что не очень приятно самим молодым людям, да, то есть, что ты там сидишь, что ты там делаешь. Вот. И это с осуждением говорится. То есть, как бы сказать, вот сложно понять ценность этого пространства для человека, который в это пространство никогда не проникал и не хочет проникать. Вот. Если он может это понять, то ему становится понятно, зачем его ребёнок столько времени уделяет этому интернету, что он оттуда берёт, что получает. Соответственно, есть какая-то, возможно, проблема, которая скрыта за этой зависимостью. То есть, зависимость – это, скорее, метод удовлетворить что-то, что по-другому сложно удовлетворить. Культура изобретает эти методы, как мы уже говорили, да, если ранее это было телевидение, где нам рассказывают, как мы должны думать, что мы должны выбирать, как должны наши мысли строиться, что нормально, а что нет. Вот. То в интернете сейчас очень похожая история, только там больше свободы. Это более привлекательно. Там можно самому себя почувствовать неким центром, да. Вот у меня много подписчиков. Это значит, что я интересен многим людям. И чем больше, тем лучше, да. А если я прям гонюсь за этим, если я делаю всё, чтобы моя страница была популярной, не в рабочих целях, а, скажем так, в каких-то таких вот эмоциональных, то значит, что есть некая проблема с самоценностью. Я себя ценным, в принципе, не очень ощущаю, но как-то признаваться себе в этом неприятно. То есть, в принципе, тоже есть какой-то момент, что человек, который где-то плохо себя реализовывает в жизни, в реальной жизни, он находит, замещает это вот интернетом. Но ведь это же плохо. С точки зрения личностного развития это может замедлять рост человека внутренний, потому что он не сталкивается с препятствием. Да, он сразу идёт в комфорт. Есть ещё виды интернет-зависимости. Вот насколько я права, не знаю, опять же, нашла информацию в интернете. Интернет — это сила, да. Необходимость в беспрерывном общении, необходимость в постоянном потоке информации, то есть, опять же, люди, которые постоянно что-то там ищут для себя, там, в лечении заболеваний и так далее и тому подобное. Игровая зависимость, вот, на мой взгляд, она, наверное, почему-то самая коварная. Вот вы мне сейчас ответите. Да, зависимость от онлайн-игр, которые азартные игры, то есть, где можно заработать. Ну, и такая вот ещё и виртуальная любовь, оказывается, есть, да. Вот что скажете? Скажу, что все эти разновидности многочисленные, их, я думаю, гораздо больше, опираются на определённые недостатки с точки зрения самого человека. Вот ему чего-то недостаёт. Он ощущает это как что-то тревожище, что-то болезненное, неприятное. И самая большая сложность в том, чтобы на этом сконцентрироваться. Ну, и задать себе какой-то вопрос, да, чего я хочу на самом деле. Я хочу лёгким способом заработать денег или я хочу, чтобы меня больше любили, потому что у меня будет много денег, например. Вот, да. Между этими двумя формулировками может быть ещё целая цепочка сложных каких-то моментов, да. Например… То есть, если обратиться с этой проблемой к психологу, например, то можно вместе разобраться и, возможно, даже помочь, да? Я так правильно понимаю. Да. Я вот как раз хотел об этом и сказать. Например, может быть какая-то психотравма в жизни человека, о которой он забыл, не думает каждый день, не вспоминает. Но последствия этой психотравмы его преследуют в виде, как бы это выразить, в виде чего-то такого тревожащего его и вызывающего определённые зависимости. Вот если говорить о работе и возможность заработка, опять же, в интернет, вот есть люди, которые интернет-зависимыми себя считают, но при этом они перенаправили как-то вот эту вовлечённость в интернет в нужное русло. Она не зарабатывает. Вот я хочу вас познакомиться с девушкой. Мы сейчас посмотрим сюжет, которая вот стала блогером и, в принципе, не только просто проводит там своё свободное время, но ещё и зарабатывает. Посмотрим и продолжим беседу. Редкие встречи с друзьями, домашний быт, уход за ребёнком – это то, чем обычно занимается каждая женщина, когда уходит в декрет. Для Анастасии Кованцевой такое положение дел стало настоящим испытанием. Девушка работает корреспондентом на телевидении, а это постоянное общение с коллегами, интересные съёмки, запись программ и переобуться из активного ритма жизни в домашние тапочки. Очень сложно. И тут на помощь приходит интернет. Вместо живого общения с друзьями девушка перешла на площадки социальных сетей. Интернет – это была для меня возможность контактировать с людьми, не чувствовать себя на обочине жизни, а всё-таки как-то ещё социально реализовываться. У меня забрали мою любимую работу, забрали всех друзей и подруг. И что у меня осталось? Мои профессиональные навыки и мой ребёнок. Совместить получилось. Каждая мама снимает своего малыша первые успехи, улыбки, жесты и шаги. А если ещё и делиться своими наблюдениями за развитием ребёнка, навыками ухода, то такое видео сразу получает отклик у молодых мамочек. Синие. Синие? Соня рисовалась какой краской? Синие. Я хотела, чтобы это была такая комната уютная, где мамы могут объединиться. Я была очень удивлена, что незнакомые мамы начали писать мне о том, что они испытывают те же чувства, что для них информация полезна. И начали меня хвалить, это меня подбадривало, давало какую-то мотивацию двигаться дальше. Десятки полезных роликов в социальных сетях об успехах дочери Сони, о средствах ухода, о взаимоотношениях с мужем и многое другое. Конечно, всё только из собственного опыта. Тем и стала интересна Анастасия пользователям соцсетей. Началось всё как борьба со скучной повседневностью, а закончилось вполне доходным делом. Не секрет, что блогеры сегодня зарабатывают вполне прилично. А на вопрос, считаешь ли ты себя зависимой от интернета, Анастасия, не задумываясь, честно ответила – да. Есть площадка там, где нужно выкладывать фотографии. Огромное количество. Каждый человек на планете выкладывает какую-то фотографию. И если раньше в твоём телефоне были фотографии по мере того, когда человек выложил, то сейчас для того, чтобы ты не ушёл из этой соцсети, тебе показывают лучшие фотографии. То есть делают тебе контент более интересный, искусственно. И все, кто делает этот контент, стараются попасть вот в этот топ, в это рекомендованное. Это стресс, это нервы. Ты ломаешь голову над тем, как быть лучшим только лишь для того, чтобы дать себе шанс, чтобы тебя вообще увидели. И здесь уже вовремя в прямом смысле остановиться, считает Анастасия. Контролировать режимы онлайн и оффлайн сложно, но необходимо. Например, не трогать телефон во время зарядки или общения с родными и друзьями. Чётко планировать дела на день. И тогда выход во всемирную паутину не будет запутывать ваше сознание. Анастасия очень интересная девушка. Я её как женщина, как мама понимаю. Ты когда в декрете, у тебя всё время свободно посвящено ребёнку. Общение с друзьями, с коллегами уже отходит далеко-далеко на задний план. Но ещё что интересно, она не поленилась. То есть она находит время. Я знаю, что это очень сложно в принципе. Нужно действительно не лениться. Снимать ролики, монтировать, выкладывать это в сети, общаться, отвечать. Как вот ты её назовёшь интернет-зависимой? Она работает в прямом смысле слова. Видно, что человек занимается тем, что ему приятно. И я увидел за этим всем потребность в самоутверждении. Она делится успехами своего ребёнка, она делится своими знаниями, своими способностями. Но в этом есть плохая, но это же неплохо, да? Стремиться, развиваться, утверждаться. В этом уже нет какой-то подтекста. Потребность абсолютно естественная. И нам всем хочется утверждать себя и показывать свои сильные стороны, получать позитивные отклики на них. Вопрос, как мы это реализуем? Вот она нашла такое средство, которое позволяет ей не отрываться от своего ребёнка. Ну, она всем довольна. Мне кажется, каждый человек, он может сам себе задать вопрос, да? Вот эта зависимость моя, она позитивна или негативна? Совсем не зависеть ни от чего невозможно. Ну, так устроены наши тела, наша социальная жизнь, наша духовная жизнь. То есть мы должны быть включены в какие-то сети. И всегда так было. Только сейчас, в XXI веке, эти сети появились как что-то умозрительное. Каждый раз что-то появляется другое. Просто нужно учиться с этим, я так полагаю, жить самому и учить детей. Александр, к сожалению, эфир наш заканчивается. Спасибо, что нашли время прийти. Беседа действительно получилась очень интересная. И думаю, тема эта обширна. Мы обязательно встретимся ещё и поговорим. До встречи. До свидания. В последнее воскресенье января мировое сообщество отмечает Международный день без интернета. Главная цель – полностью отвлечь людей от компьютеров и всемирной сети хотя бы на один день. Да, но что такое один день? Капля в море. Лично мое мнение – бороться с тем, что уже прочно вошло в жизнь во всём мире невозможно. Нужно просто учиться правильно пользоваться тем же интернетом, контролировать себя, подсказывать своим детям и помогать не запутаться в глобальной сети. А я говорю вам до свидания, но мы обязательно встретимся и поговорим. Одежда ведущим предоставлена магазином женской одежды премиум-класса «Лусио». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова